Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live. У нас новый день, новые динозавры. У нас тут редкие колозухи красные и процератозавры, по-моему, так, да? В общем-то, можно собирать. В принципе, из процератозавров гибридов нет, из красных колозухов, по-моему, тоже нет. Ну, такое себе. Но их два дня есть. И есть у нас две башни. Смотрите, вот первая башня, вот какая-то простецкая, через два часа, 20 часов закончится на три схватки. Вот она тоже голубая. И вот есть такая же голубая. Здесь только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь схваток. И здесь было, ну, пять дней примерно. То есть это, по идее, должна быть какая-то она эпическая башня. Почему она голубым светится? Короче, фиг ее знает. Но мы, конечно же, пойдем сюда, ибо здесь должно быть повеселей. И здесь у нас команда из животных, способных усиливать свои способности. Вам поможет быстрые существа, которые наносят большой урон, а также способности, которые уменьшают урон или снимают положительные эффекты. Так, ну, команду мы сейчас будем менять. Сначала давайте соберем то, что нам дают. Целых три бакса. И, в общем-то, ничего особенного. Также у нас есть еще парочка инкубаторов, ребятки. Открывай, сволочь. Это у нас трехчасовой и восьмичасовой у нас еще есть. И восьмичасовой. Косарик. Это всегда приятно. Афиакадончик, пурзавры и даже эпического нам насыпали. Даже двух эпических насыпали. Так, ну, вот, Сигима Лохова побольше бы. Чего? Идем сюда. Идем сюда, ребятки. И что мы будем делать? Так, создание нового гибрида мы, наверное, перенесем на следующую серию. Может, я сразу ее запишу в том маленьком турнире, чтобы было как бы... Нет, нет, создание гибрида нужно делать в серии, где мы будем сражаться на арене, на кубковой. Так. А мне сейчас нужно кто? То есть, ну, шустриков можно взять. А еще я хочу взять тех, кто... У кого есть удары Nullfine, то есть, это вот у всяких стегозавров, типа того. Давайте сейчас будем смотреть, какие у нас тут удары у кого. Стегодей. Очищение себя, нет, не то. Нам нужны вот те вот стрелочки. То есть, я сейчас не помню. У некоторых завороподов, по-моему, такие тоже есть удары. Но точно у стегозавроидов всяких есть. Так, у него самого стегозавра нет такого удара. Так, я же помню, у кого-то они точно были. Сейчас найдем. Во, ребятки, короче, пришлось тут пошерстить, блин, практически всех. Вот такую вот команду я собрал. То есть, у всех у них есть нейтрализующие удары. Даже вот у нашего, короче, редкого. Так что, можем отправляться на битву. Так, надеюсь, эта фигня тут не поменялась. Ничего тут. Ничего у нас не изменилось. Отлично. Давайте схватка. Давайте верхнюю четверочку возьмем. И пойдем им наваляем. То есть, ну, это в основном получились амфибии. И такие вот раптороподобные шустрые там диловты. Рапторы, да. Ну, да, Таникалагриус тоже я отношу к мелким динозаврам все-таки. Давайте его возьмем. Вы, как бы, очень любите Таникалагриуса. А я им, кстати, очень мало спрашиваю. У него высокая скорость. Да, это очень мне поможет, что я сейчас его нейтрализую. Если он тогда от него вкусно практически меня пробил. О, ну ничего себе. Я тоже его смог. Я это сделал. Так, Ирритатор второго поколения. Ну, этот, понятно, у него, естественно, есть усиление удара. Ну, нейтрализующий удар наносится вторым. И он у нас получается решающий. Потому что... А, смотрите, что он, как бы, себя усилил. Это же... Типа, Барионикс у него тоже есть вот те удары, которые не наносят урона, просто усиливают. Ну, у Гаргадзоха такой, если ли, у Пассиметродона удар. Ну, фигня себе. Фигня в большинстве своем. Так, у нас есть еще Шоустрик. Уберем с него бонус, пусть расслабится. Да, ну, тут реально нужно наиграть, не знаю, тысячи боев, чтобы вот реально запомнить, у какого динозавра какие удары. Вот у кого есть усиление, у кого есть нейтрализация. Так, ну, у нас есть нейтрализация. Но это позволяет... Наша скорость позволяет использовать удары с нейтрализацией. Но не сказал бы, что это нам жутко большое преимущество, конечно же, дает. Но вот такие вот удары усилены, это круто. Капразух, до свидания. Так, это был наш первый бой. Так, ну, боем нам тут предстоит, что... Ё-моё, но зато за это деньги дают. Я люблю эти башни, короче, это круто. Это круто, но что-то они как-то реально заглюченные. Они как-то отличаются? Да никак они не отличаются, они одинаковые. Так. Так, 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 так. Помчались. У них уровень растет. Придется нам через, наверное, пару боев менять свою команду. Дабы не сливаться. Опять же, играем в полуслепую, потому что широкий экран, и я не вижу, какие удары у наших врагов. Так, Барионик с джен-2. Это, в общем-то, такое себе существо. У него... О, он ходит первым, значит, мы походим первым. Берем опережающий удар, снижаем ему урон, он себе сейчас его усилит. Да, на следующий ход. Так, и... Надо было, понятно, нейтрализующий удар взять, ну ладно. Ослабление атаки тоже неплохая нейтрализация. Опять же, вот видите этот удар, который не дает ему хода. Ну и вот это, добивалочка. Подожди, что, моя добивалочка не наносит урона, это печально. 816. И все, и нет крокодильчика. Крокодила морда. Так, Димитрич. Димитрич. Ну, ладно, не надо было использовать этот удар, наверное. Потому что он невосприимчив. Ну да, это не наносит урона, е-мое. Не-не-не, нам такое не подходит. Так, ну этот съест Димитрадо нашего диплокаулиса. Потому что... Минус 90. Это классная штука, но на него она не работает. Будем просто демажить его. Так, щитов, брони у нас нет, нам по барабану. Ну, походу, что, мы продержались. Диплокаус двоих завалил. Ну, как-то так, да, вроде слабенько-слабенько, а не чё, так продержался. Так, Апразух появился. На тебе нейтрализацию, которая тебе не попадёт. И кого мы возьмём? Все пошустрее, но давайте ещё по амфибиям пойдём. И нету силы. Ничего себе косарик прошёл. Так, ну, замедление хода штука не нужная сейчас. А, на него работает, у него нет иммунитета. Это прекрасно. Значит, и всё на него сработает. Хотя, замедление штука не нужная. Ну, а мы, походу, выжили. Добивай. Успех, а чё-то он так... Ха-ха, затроилось. Прикольно, она как-то нас растягивает так. Не обращал внимания на эту штуку раньше. Что, изображение малёха забаговано ещё? О-о-о, ребятки. Вот, видите, как я ловлю этих... гриппа, гриппа чего-то там. Прервать запись, ещё микрофон проверить. Это он как-то подозрительно горел. Так, мы сражались... уже верхней четвёркой всей, да? Помчались так тогда. Так, так, так. Ну, шустрико возьмём первым. Так, горгозавр. Отлично. Снижение урона, это всегда классно. Хотя, блин, правда, в принципе, да, он... Так, так можно и пробить. Так можно и убить, как говорится. Если крит проходит, то у раптрофа жизни фигня. А у нас крита не было, печально. Ух ты, листочек летает, листочки летают. Блин, красотища-то какая. Ну, ослабление атаки, мы выживем. Мы выживем! Ну, и просто его добьём. Выжил. Печально. Нежданчик получился. Маленькая нестыковочка. Ну, давай, просто рад, выходи. Готово. Одни себя усиляют, а мы унижаем. Мы ослабляем. Ну, следующий удар. Блин, так, конечно, он прыгает. Ручки передние, как у цыплёнка какого-то. Вот это, блин, самый неблагодарный удар в случае таких противников, как и я. Да, он пропускает целый ход, чтобы себя усилить. А мы, опачки, его ослабляем. Это просто эпик фейл. Ну, ещё разок нейтрализация. Это было больно. Ладно, обычно тогда ударом его добьём. О, ещё и крит прошёл. Ну, тогда, когда не надо. Успех, успех, успех. Тройной успех, ребята. Так держать. Так, инкубатор красненького барионикса. Шикарно. Так, ну, всё то же самое возьмём. Но уже в притирочку сейчас будет. Да, уже 10-й, 12-й уровень у противника есть. Ну, откроемся опять. Давайте с эхо. Иммунитета нет, значит, страдай. Я всё жду, когда вот кто появится, что его за один удар пробьёт. Ну, вот чё так не хватает, конечно. Не прикольно. Ха-ха, ну, где он более высокого уровня был. Чем наш. Но на пте есть секретное оружие, на всякий случай. Так, кто следующий? Кто на новенького? Какая у нас скорость неизвестна. Брони нет, шант, крита 5%. У тебя что? Есть усилялка, есть обычный удар. Давайте снизим ему дымак. Он себя усиляет, а мы его сейчас нейтрализуем. Вообще не больно. Так, давай ещё полтора. И пробили, отлично. Ну, процерат прикольный. У него так неплохо комбинируются его брони, его удары. И сам бьёт, хорошо. Для тебя есть сюрприз. Не больно, совсем не больно. Это последний был его ход. Так, ну мы нормально так посражались ребятами с нейтрализацией. Но больше у меня, по-моему, нет. Идём дальше. Так, кто у нас здесь из самых сильных? Ну, давайте так ещё попробуем. Ещё есть нам кем попробовать посражаться. Эпический куладух. Против ирридатора. И он ещё и быстрее нас. А, ещё и хелцов у него, смотрите сколько. Ну, вот здесь замедление проканает. А мы вкуцаемся-то побольнее. Но у нас выбора нет. А все удары остальные заняты. Давай нейтрализация. И обычный удар. Пятьсот. Ну, неплохо держит, да. Снижение урона нас, да, спасло только. Уверенная победа. Так, а вот с этим парнишкой так точно не получится. Но он медленный. Он медленный, значит мы будем быстрее. Пробьёт, может нет. Да, без крита не смогут. Но, к сожалению, да, здесь удары имеют перезарядку. У эпического куладуха. Так, давай твой братик младший сейчас доделает. Сможет вместо тебя. Так, вот это ты опережающий на 90%. Но это надо помнить, что у него за удары. Если у него атака следующая будет сильная, то имеет смысл вот эту выбрать. А так, выберем обыкновенную. Так. Блин, ну они ж одинаковые. Как понять, какой из них только что был? Разрушающий удар. А это было разрушающее влияние. Чёрт, я не... Как-то... Как-то не заметил, что было. Итак, следующий... Следующий капрозух. Ну, давай и так. Вообще, ноль урона. Ага. Так, а как вот это работает? Что, как перекрывается? В каком случае, какой удар перекрывается? То есть, ослабление... Оу, так, ну этот нас сейчас, конечно, пробьёт. А, у нас есть вот такой удар. А ну? Крайне, наверное, мы следующий переживём. Может быть. Ну, 90% он же не бьёт больше полторы. Да. Ну, это как бы не спасает. Так, ну пробуем дилосом. 11 на 11 уровень. Бонуса у него нет. Давайте плюнем на него. Полтора урона. Победа. Так, и у нас есть награда. И останется ещё две самых сильных схватки. 1200. Капразухи. И... Эпический Гаргазух. Это всегда хорошо. Смотрим, кто у нас следующий. 12, 13, 14. Ну, все те же враги, но просто чуть уровнем повыше. Значит, нам нужно тоже поменять наших... Наших дохликов каких-то. Кого возьмём? Ну, Секодонт, Барионикс. Рапторов можно брать. Ну, и дилоса давайте тогда заменим на ещё одного раптора. Не знаю, что у нас получится в итоге. Будем пробовать. В любом случае получится победа. Два проигрыша нам доступно. Саркориксис. Два раптора. И тебя. О, Маргоцефал. Так, так и так. Кем откроемся? Ну, давай-то бой. Двойной урон есть. Двойной урон. Ну, мы его полюбасы пробиваем. За два удара. Но он и нас может за один пробить. При определённой доле вероятности. Но мы быстрее. Значит, мы самый сильный удар двойной приберегли до следующего врага. Это тоже хорошо. Хоть и вряд ли переживём следующий удар. Не, мы пережили. Слабачок нам попался конкретный. А он не должен. Давай, крит. Крит, а не его. Там же шанс плюс 40 был. Ну, ладно. И так же идёт. Двоих завалил. Очень даже хороший результат. Ещё и этого сейчас половину снимем. А, ослабление атаки так и есть на этом ударе. Чуть я не заметил. Ну, раз такие пироги, давайте добьём его. Так, ещё один бой и главный приз. Там может косаря 2-3 монеток нам набросает. Это вообще круто. У-у-у-у. Шустые какие. Давай у тебя возьмём. С него откроемся и если что подменимся. У него есть удар с заменой. Потому что враги у нас серьёзные. Из жизни много. Почти 3000. Мы его не пробьём. Так. Это мы на кого-то подменимся. И кто-то схлопочет сразу. Крит. Ну ладно. Всё равно выжить должен. Амаргоцефал. Ну, у него крепкая броня. Он выдержит. Да, 1300. Это было больно. Ну, на тебе контратаку. И любой, любой удар. Я чё-то не подумал про то, что я медленней оказываюсь. Так, в тупую слил моего любимчика. Ну ладно. Не догляделся. Амаргоцефалом, да. Там у нас же был вроде опережающий удар. Так. Ну-ка, прозуха. Мы сейчас должны унизить. А, пробил нас таких гадёныш. Да что-то не знаю, кого брать. Ладно, возьмём наверняка, чтобы не проиграть. Противник не подменяется, потому мы его легко пробиваем. А наши два удара суперских прибережём. Гаргазавр. Это хорошо. Минус 50% к силе удара. Они ещё просуммируются. Да, сейчас мы два раза подряд сделаем это. И ему будет вообще не по феншую. Но он не выдержит. Не, выдержал. Но у него теперь вообще атака нулевая. С критом даже ноль. А так бы пробил бы. Та-дам. Ну чё, прикольно получилось. 7 побед. 3 500, да. Максимум, чего я здесь ждал. Капрозухи. Редкий ритатор. И, кстати, только один. Но опять снова горгозуха. Это хорошо. Это хорошо, ребятки. В общем-то, на этом тогда я с вами прощаюсь. Вот тут надо стеки чай отловить. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Трюхively. Продолжение следует... Субтитров А.Семкин